Российский рынок коммерческого транспорта упал, но, похоже, не отжался. Во всяком случае, в апреле, по данным агентства Автостад, на учёт ГИБДД встало на 55% меньше машин, чем годом ранее. Хотя аналитики обещали, что падение будет гораздо более глубоким, до 70-80%, как это уже произошло с рынком легковушек. И для пессимистических сценариев есть вполне логичные основания, ведь Евросоюз запретил поставлять на территорию России и грузовики, и двигатели, а значит техники большой европейской семёрки нашим перевозчикам некоторое время точно не видать. Большой вопрос, спасёт ли ситуацию механизм параллельного импорта, ведь теоретически дилеры теперь смогут ввозить Комтранс из других стран по серым схемам, то есть без разрешения правообладателя. И список таких брендов только что утвердил Нинпромторг. Ну а китайские автозаводы, даже если хотят, пока не могут занять освободившиеся ниши. Ведь сначала поднебесной технике нужно пройти сертификацию, а её дистрибьюторам наладить продажи и сервис. У отечественных производителей при столь негативном фоне дела обстоят, мягко говоря, неплохо. Скажем, по итогам апреля КамАЗ задекларировал около 4000 собранных грузовиков, что всего на 15% хуже прошлогоднего результата. Расклад по моделям станет известен позже, но очевидно, что основу спроса обеспечили самосвалы и вездеходы поколения К3 с классическими кабинами, камазовскими восьмёрками и механическими коробками. Напомним, что выпуск более современной техники серии К4 и К5 будет продолжаться до июня включительно. Потом четвёрка навсегда сойдёт со сцены, а пятёрка возьмёт производственную паузу ориентировочно до следующей весны. Кстати, КамАЗ оказался единственным российским автозаводом, что не останавливался между майскими праздниками. ГАЗ такую паузу делал, но, как уверяет руководство автозавода, удлинить выходные попросили сами заводчане. Между тем, обещанные американским Минфином санкции против группы ГАЗ снова отложены. Напомним, в санкционный список, составленный заокеанским ведомством, российская компания попала ровно четыре года назад. С того момента власти США регулярно выдают краткосрочные лицензии, которые разрешают банкам, поставщикам и другим контрагентам продолжать сотрудничество со своим отечественным партнёром по ранее заключённым контрактам. Нынешняя отсрочка введена до конца мая. Что будет дальше, предсказать сейчас никто не берётся. В худшем случае автозавод останется без импортных компонентов со стороны поставщиков, которые боятся вторичных санкций.